Первый геологический парк будет создан в Армении. Геопарк имеет особый охраняемый статус, на территории которого наглядно раскрывается геологическая история региона. Выбор территорий основывался на накопленных знаниях в области геологии, а также на многолетнем опыте участников проекта. Первый геопарк Армении займет площадь около 4400 квадратных километров, что соответствует 14,7% территории республики. Он охватывает 102 общественные зоны, рельеф гористый, с абсолютными высотами от 1 до 4000 метров. Есть 6 климатических подзон от суши до горной тундры. Евразийский банк развития прогнозирует рост экономики Армении на 4,2% в 2021 году. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре. Рост экономики на 2022-2023 годы составит в среднем 4,7%. Как отмечается в документе, по сравнению с предыдущим прогнозом, оценка повышена на 0,9% пункта. Пересмотр связан с более быстрыми темпами восстановления экономики в первом полугодии. Повышение прогноза вызвано улучшением оценок экономического роста России, еврозоны и США на 2021 год, значительными темпами притока денежных переводов, а также более высоким уровнем цен на медь. Армянская компания «Дочь Марьяна» инвестирует в создание производства лактозы, которое станет уникальным производством в регионе. Для борьбы с эпидемией COVID-19 в рамках платформы COVAX Минздрав Республики Армения осенью 2021 года закупит 50 тысяч вакцин производства американской компании Johnson & Johnson, которые прививаются одной дозой, и около 300 тысяч доз вакцины от американской компании Novavax, которая используется в двух дозах. Армянские абрикосы начали экспортировать во Францию в крупных объемах. Автоперевозка из Еревана в Париж занимает примерно 10 дней. Чтобы плоды не испортились в дороге, их принимали у фермеров полуспелыми, когда абрикос только-только начинает желтеть. Таким образом, они остаются годными 25 дней. Продажи успешно организованы не только в армянских магазинах, но и в греческих и русских. Русские магазины на Западе по традиции продают и товары постсоветских стран. Сапёры российского миротворческого контингента разминировали более 80% территории Арцаха. В настоящее время российские военнослужащие проводят работы по поиску взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов вблизи населённого пункта Мачкалашен Мартунинского района. Работы в населённом пункте, в котором дома местных жителей расположены на склонах гористой местности, проходят с использованием миноискателей и МПС-2 и неконтактных переносных искателей «Коршун». Военнослужащие в первую очередь проверяют дорогу, соединяющую две части посёлка, придомовые участки и другую территорию. Радиохайк. Голос армянской диаспоры. Армянская музыка. Новости Армении и Арцаха. Скачивай бесплатное приложение Радиохайк в App Store и Google Play и оставайся на армянской волне. На территории пропускного пункта Садохло-Баграташен на реке Дибет начались строительные работы нового моста. Руководитель программы строительства нового моста на пропускном пункте Садохло-Баграташен Изабелла Мурадян в беседе с журналистами 9 июля отметила, что старый мост повреждён и технически уже не в состоянии обслуживать весь объём товарооборота и пассажироперевозок на пропускном пункте Садохло-Баграташен. Мост будет протяжённостью в 160 метров с двусторонним движением с уклоном около 2%. Река Дибет остаётся посреди моста, которая является границей между Арменией и Грузией. Стоимость строительства 7 миллионов 300 тысяч евро. Строительство планируется завершить в мае 2022 года, рассказала Изабелла Мурадян. Никол Пашинян встретился с Гагиком Царукяном. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении на встрече с лидером партии «Процветающая Армения» заявил, что несмотря на итоги голосования, партия Царукяна продолжает оставаться влиятельной в армянской политике, что «Процветающая Армения» будет делать всё от себя зависящее во благо армянского общества. Армения и Греция разрабатывают новые направления сотрудничества в области технологий. Исполняющий обязанности министра высокотехнологичной промышленности Армении Гайк Чобанян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Греческой Республики в Республике Армения Евангелосом Турнакисом. В целях повышения взаимного признания в сфере высоких технологий Гайк Чобанян пригласил Евангелоса Турнакиса принять участие в международной выставке вооружений и оборонных технологий Digitec Expo и ArmHitec. На встрече присутствовал военный атташе посольства Греческой Республики в Армении полковник Герасимас Авлантис. Еврокомиссар по политике соседства и расширения Оливер Вархели в ходе пресс-конференции с вице-премьером Армении Мгером Григорианом в Ереване заявил, Европейский Союз продолжает оставаться надежным партнером Армении по осуществлению реформ. Выразил соболезнования по поводу жертв последней Арцахской войны и сообщил, что Евросоюз выделил около 90 миллионов евро на поддержку пострадавших от боевых действий. Для Армении Евросоюз предлагает пять программ, которые способны изменить жизнь ее граждан. Итого на их реализацию за четыре с половиной года будет выделено 2,6 миллиарда евро. В парламенте Турции почтили память известного армянского дудукиста Дживана Гаспаряна. Заместитель председателя прокурдской Народно-демократической партии депутат Мирал Даниш Бешташ на одном из заседаний отметила, что знаменитый дудукист скончался в возрасте 93 лет. «Гаспарян, жизнь которого была полна боли и тоски, соединил свое горе со звуком дудука и рассказал нам о жизни. Мы вспоминаем его с уважением и благодарностью», – сказала депутат. 10 июля в Краснодаре в художественном музее имени Коваленко открывается выставка к 90-летию со дня рождения живописца Георгия Петросяна. На выставке представлено 36 живописных и графических работ, среди которых пейзажи, главной темой которых является природа Армении. В своих работах художник воспевает Араратскую долину с ее цветущими садами, сверкающей у горизонта серебристой лентой Аракса и погруженным в синеющую мглу снежным пиком Арарата. Команда КВН «Армянская сборная» сыграет завтра в эфире Первого канала российского телевидения в 21.30. Команда КВН из Москвы «Армянская сборная» начала свое покорение вершин юмора в 2014 году в студенческой лиге. В 2018 году ребята стали вице-чемпионами Центральной лиги Москвы и Подмосковья. Теперь же команда выступает в высшей лиге КВН, где у армянского юмора большая история. В Сербии завершился международный турнир «Сербия Open International», в котором приняли участие 289 шахматистов из 41 страны, в том числе 52 гроссмейстера. Мануэл Петросян, представляющий Армению, набрал 7 очков и занял второе место. Самвел Терсаакян, набрав 6,5 балла, занял 12 место. И еще о шахматах. В Сочи стартует розыгрыш Кубка мира по шахматам среди мужчин и женщин. Армению в мужском турнире представит Ливон Аранян, Габрель Саркисян, Аванес Габузян, Хайк Мартиросян и Шан Сарксян. Следует отметить, что это для Армении рекордное количество. Армению в женском турнире представит лидер женской сборной Армении Элина Даниэлян. Сурен Григорян из Нижегородской области завоевал серебро на Кубке мира среди молодежи по Кио Косинкай карате. Сурен провел три поединка, в двух из которых одержал уверенную победу и лишь в финале уступил по решению судей. Поздравляем Сурена и его тренера Гайка Даниэляна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова